Братья и сестры, с праздником! Знаете, я когда слушал Ивана Петровича, он прочитал интересный текст, Деяние 1 глава 8 стих, где написано так, что «Вы примете слова Христа, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями». Хочу обратить внимание на вот это «будете мне», которое прозвучало из уст Христа. По сути своей, вот этими словами, вот этим акцентом, таким ударением, которое он сделал «будете мне», он как бы перенес вопрос отношений с учениками, перевел его на новый уровень. он его возвел уже в плоскость, где нужна верность. Вот это вот «будете мне» подразумевает, что я ориентирован на Бога моего настолько, что хочу быть Ему верным. И что интересно, вот раньше им не нужна была особая верность, Христос нигде на это не акцентировал внимания, им нужно было послушание. Он сказал «идите, идите», он сказал «делайте», «делали». Петр хотел быть верным. Вот сегодня уже нам напоминал сегодня Господь об этом. Он хотел, он думал, что у него даже что-то получится, но потерпел неудачу. В целом верность – это ценная черта, ценное качество. Я думаю, что вы согласитесь, что верность ценится при приеме на работу. Работодатель ожидает верности от того, кто с ним работает. Она ценится друзьями. Ну, я думаю, здесь нет смысла даже пояснять. Уверен, вы согласитесь, что верность особенно ценна в служении. И верность ценна в семье. И вот если в служении, согласно деянии 1 главе 8 стиху, если в служении наша сила, а сила нужна, чтобы быть верным, определяется присутствием Духа Святого в нашей жизни, которая и дает эту силу, то в других сферах жизни моя верность от чего еще может зависеть? Как думаете, друзья? Если другие сферы жизни, они есть, и вот в них от чего зависеть может наша верность или неверность? Присутствие Духа Святого в нашей жизни, оно гарантирует нашу верность во всех обстоятельствах, а не только в служении. В той же работе, в той же дружбе, в той же семье. То есть если я уверовал, и во мне есть Дух Святой, это делает меня автоматически верным во всех возможных обстоятельствах? Будет ли Он, Дух Святой, компенсировать недостающие с моей стороны, чтобы я остался верным, несмотря ни на что? А может ли поведение моего ближнего повлиять на мою личную верность? Как думаете, друзья? Могут ли слова того, кто живет рядом со мной, оказать какое-то влияние на то, буду я верным или нет? Где заканчиваются полномочия Святого Духа, когда речь идет о моей личной верности, если они вообще заканчиваются? Я хочу предложить нашему вниманию вот некоторые наблюдения царя Соломона, которые, мне кажется, очень уместны вот в связи с этим праздником, праздником и практическая сторона праздника, когда мы говорим о пришествии, сошедствии Духа Святого на учеников. Это тот самый Дух Святой, с которым сегодня мы взаимодействуем. И первый текст, который я хочу прочитать, это книга притчей, 7 глава, я прочту 4 и 5 стихи. Я думаю, вы удивитесь, что эти слова именно будут звучать в контексте Троицы, но все-таки давайте прочтем. Притча, 7 глава, 4 и 5 стихи. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». Чужая, ну здесь такой акцент делает, такое наблюдение сделал Соломон, чужая может смягчать свои слова, а не чужая. А Соломон и о не чужой тоже говорил. Притча, 11 глава, 16 стих, хочу предложить еще к вниманию нашему. Здесь написано так. «Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство». Соломон не зря две вот этих вроде бы несовместимых, ну разных идеи поставил в один ряд. Я бы прочитал этот текст, изменив одно слово, вот осмелюсь сейчас изменить, я не знаю всей глубины языка оригинала, вообще его не знаю, поэтому не берусь вот говорить, что это будет правильно, но по логике, по смыслу, мне кажется, что это будет уместным. «Благонравная жена приобретает славу, как трудолюбивые приобретают богатство». И вот тут, я думаю, логика становится нам ясна. Мы знаем, что трудолюбие вознаграждается богатством. И оказывается, благонравная жена точно так же приобретает славу. Вот такой же процесс, такой же принцип. Ну, мы к этому тексту еще вернемся. Я хочу обратить внимание на первый текст, где Соломон предупреждает о чужой жене, которая умягчает слова свои. Я когда читал этот текст, сейчас читаю книгу-притчей, и эту вообще книгу, мы знаем, адресовал Соломон своему сыну. Ну, вот так он много говорит, сын мой. Дает наставление. И очень много наставлений касается отношений мужчины и женщины, мужа и жены, и возможных соблазнов извне. И что интересно, я когда читаю этот текст, задаюсь себе вопросом, а что должно произойти? Почему вдруг мужчина, замужний мужчина вообще начинает обращать внимание, каким образом, какие мягкие слова у кого-то, а не у его жены? Почему вот так вдруг смещается вектор взгляда? Что должно этому посодействовать? Почему ему интересны, как не слова собственной супруги, а он, Соломон, предупреждает об этой опасности, что будет та на пути, которая сознательно готовит свои слова и делает их мягкими для тебя? Вы знаете, я так размышляю, логически думаю, что в домашней обстановке люди не всегда настоль внимательно следят за окраской, за подачей своих слов, своей речи, как это делают в других обстоятельствах. А вот чужая жена, как подметил Соломон, она имеет перед собой цель. Ее цель конкретный мужчина, она хочет ему понравиться. И для этого прилагает все возможные усилия, начиная с того, как говорит. И говорить умеет. Вообще женщины умеют говорить. Вы знаете, это самый большой талант и дар у женщины, который она может использовать как для созидания, так и для разрушения. Мы все так языком можем убивать и врачевать, так говорит Слово Божье. Но мне кажется, что вам, сестры, Бог дал этот талант, и вот надо этот талант очень мудро использовать. Когда-то Давид очень сильно разозлился на одного человека. Человека звали Навал. Помните эту историю? Наверняка помните. Настолько сильно разозлился Давид на этого человека, что решил сделать не то, что ему не свойственно, он решил пойти просто и силой наказать его. Уничтожить его имущество и все, что попадется под руку, все уничтожить. И он собрал войско и шел уже в полной решимости. Услышала жена этого Навала, Авигея, что идет такая угроза на ее дом. Она вышла навстречу к Давиду с какими-то подарками и стала с ним разговаривать. Вот почитайте эту историю и перечитайте ее. Вот этот воинственный человек, за которым там сотня воинов, если не больше, который полной решимости что-то сделать, и воины полной решимости его поддержать. И вот она ведет с ним разговор. Она говорит с Давидом очень уважительно. Она подбирает слова. Она говорит мягко. Она называет его господином. Она обращает внимание на сильные его стороны. Она обращает внимание... Слушайте, откуда она так Давида знала? Она обращает внимание на то, как Господь благословляет Давида, что Давид ведет войны Господу. И что Бог обязательно поддержит Давида, если он изменит свои намерения. И она так убедительна была, что Давид передумал. Вот прямо тут на ходу передумал. Ему все равно было, что скажет войско, посчитает его слабым или сильным начальником. Он тут же передумал и говорит, слава Богу, что ты вышла мне навстречу. После мы знаем, что Навал умер. Давид тут ни при чем. Бог его наказал. Он был достоин своей смерти. После смерти Навала Давид вспоминает про Авигею. И как вы думаете, что он делает? Он говорит, будь моей женой. А все почему? Разговаривать она умела. Умела подбирать слова. Умела умягчать свои уста. Но я еще на одну сторону хочу обратить внимание этой истории. Разговаривая с Давидом, явно видно было, что Авигея хотела ему понравиться. Хотела смягчить его сердце. Но также хорошо заметно, что она очень жестко отзывалась о своем живом на то время еще муже. она совсем не была осмотрительна в словах. Она унизительно о нем отзывалась, пренебрежительно, крайне неуважительно. Она не стеснялась назвать его глупцом, безумным. Вот как его зовут, такой он. Я думаю, а почему эта женщина или в какой момент эта женщина отказалась использовать этот дар мягких уст своих для того, чтобы вернуть Навала к здравому смыслу, для того, чтобы обратить его сердце на правильный путь. Но не всегда же он был вот таким пьяницей, как он нам представлен в этой истории библейской. Не всегда же, похоже, что давно, в какой-то момент все-таки их отношения зашли в тупик. Я не знаю, я думаю, вы это в курсе, но я так все-таки сделаю такое напоминание. Сестры, вы когда имеете отношение, смотрите на своих мужей, вы знаете, понимаете, что это очень интересное существо. Мужчина – это очень интересное существо. Я вам как мужчина скажу. Оказывается, что для мужчины надежный тыл – это не только обед и заштопанные носки. Это еще и то, как вы говорите о своем мужчине. Как о нем говорить в его присутствии или в его отсутствии. Это тоже имеет очень большое значение. Да, может быть неразумно. Да, обед и носки – это важно. Но есть вот такая слабость, простите. Я вот, когда читал Соломона, думаю, а почему женщина, жена в какой-то момент супружеской жизни, вот читая историю о Вигеи и Навала, может поменять риторику свою в отношении еще вчера любимого мужа. Ну, я условно говорю так, вчера, сегодня, вот почему вдруг все вот так вот резко меняется? И почему вдруг вот та, которая вчера согласилась с тобой в огонь и воду, сегодня может сказать, что он Навал, не обращая на него внимания, сказать кому-то? И акцентировать внимание не на его лучших качествах, а на его недостатках, как это делала Авигея, когда говорила с Давидом. еще хочу обратить внимание, вот на что, Авигея не пыталась защитить своего мужа и сохранить ему жизнь вообще, ни грамма, никак. она не пыталась обратить внимание Давида, что Навал неплохой человек, ну вот запутался в жизни. Нет. Она давно сдала своего мужа. Причину такого явления, я нашел опять-таки, вот сейчас читаю книгу притчи, пытаясь проследить, чему же пытался научить Соломон своего сына, когда говорил о женах, о мужьях, о чужих женах, зачем он это все говорил, не просто ж так тезисно блескнуть своими наблюдениями. Я нашел в словах Соломона еще одну подсказку, ну, как он видел эту ситуацию. А мы знаем, что человек имел мудрость от Бога, и я думаю, что эта мудрость была от Духа Святого. Иначе Бог как мог дать ему мудрость, если не от Духа Святого? И вот во второй главе книги притч, похожие слова звучат тем, что мы читали в седьмой главе, но там есть другая сторона этого вопроса. Я прочту, уже вырывая из контекста, в притче 2 глава 16-17 стихи. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». Оставила руководителя юности своей. Вообще, когда речь идет о руководителе и о том, что нами кто-то может руководить, мы не всегда легко воспринимаем вот эту мысль, что нами кто-то должен и может руководить. Не всегда легко. Если это вопрос работы, подчинения и зарплаты, что я получу что-то, когда мной руководят, ну, тут как-то мы еще подчиняемся. А вот так, как мы говорим, мы вольные люди, свободомыслящие, мы не всегда принимаем охотно руководство над собой. И почему-то из того вот наблюдения, которое имею я, из кругозора своего небольшого, но все-таки мне кажется, что женщинам, когда речь идет о руководстве мужа над ней, это дается тоже не очень легко. Да, мужчина, я говорю, не подарок, но тоже нелегко дается. Особенно, знаете, нелегко дается тем женщинам, у кого есть искренние подруги. Простите, знаю, что за больное касаюсь, но бывает вот так получается. И происходит это по одной причине, потому что мы, как люди, склонны жертвовать своим послушанием Богу. Вот Библия пестрит такими историями, когда люди оказывались склонными жертвовать своим послушанием Богу. Петр, когда он оказался перед выбором, или он может оказаться рядом со Христом сейчас на суде, вот так же обвиняемый подсудимый, или сказать я не знаю этого человека, несмотря на всю свою решимость, не будучи облечен силой Духа Святого, вот в той мере, как мы читаем уже в книге Деяний, он пожертвовал своей послушанием Христу. Пожертвовал. Он за это каялся, он корил себя, он мучился, он был рад той встрече со Христом и надеждой, вот можно услышать слова прощения, он готов был это все пережить, чтобы только получить прощение, но когда были кризисные обстоятельства, он принес в жертву свое послушание. Да, это надо было для его смирения, мы можем говорить уже там более глобально, но давайте смотреть вот с такой позицией, что мы люди склонны принимать такие решения. Кто-то раньше, кто-то позже, но все равно соглашается с тем, ладно, приступлю что-то. И вот я думаю, что женщина использует свой талант разговаривать, свой дар, который дал ей Бог умягчать уста или ожесточать эти уста, она использует их против своего мужа только тогда, когда уже забыла завет свой. И что же это за завет? Если говорить вообще о завете, завет – это договор. Завет – это договор. Когда мы говорим о завете с библейской позиции, это договор человека и Бога, или Бога с человеком. Когда Бог говорит, я от тебя ожидаю это, а взамен тебе что-то дам. И человек говорит, да, хорошо. Так вот, если говорить о завете для женщины, то еще с книги «Бытие» прозвучал завет, который оставил Бог для каждой женщины на земле, без исключения. «Бытие 3.16» вы можете прочитать на досуге. И там звучат такие слова «К мужу твоему влечение твое он будет господствовать над тобой». Но влечение – это же признак слабости, согласитесь, сестры, да? Ну, это же слабость проявить свои… Кто-то еще и подскажет, что это слабость. И вот тут начинается перетягивание каната. Муж с одной стороны, жена с другой стороны, и каждый в свою сторону тянет этот канат. Но до каких пор можно этой борьбой заниматься, а? До каких пор? До тех пор, пока кто-то не устанет. И один отпускает свою сторону каната и перестает ее тянуть, чтобы выровнять это положение. Перестает стараться, перестает трудиться. И вот тот, кто перестает, его называют неверным. И, в принципе, так оно и есть. Он сдался. Или она, или он сдался. Но надо понимать, что неверность одного – это всегда результат стараний двух. Как и верность – это результат стараний двух, когда мы говорим о семье. И вот что же, какова же роль в этой всей, какое место в этом всем процессе Духу Святому? о котором мы сегодня вспоминаем? Может ли Дух Святой нивелировать, исправить, компенсировать наши ошибки? Знаете, я ответ один вижу. Конечно, может. Но практика подсказывает, он не всегда это делает. А почему? Тоже книга притчи, 18 глава, 14 стих. Соломон такую мысль сказал. Дух человека переносит его немощи. А пораженный Дух, кто может подкрепить его? Смотрите, какое интересное, глубокое наблюдение. В каждом из нас, мужчине и женщине, есть Дух, наш человеческий Дух. При рождении свыше этот Дух вступает во взаимоотношения с Духом Святым. И вот этот вот Дух человека, говорят люди, с крепким Духом, с сильным Духом, это не просто непростые наблюдения. Это то внутренний стержень, который позволяет человеку достигать целей, бороться, сражаться за то, что для него важно, что для него ценно. И вот когда человек ослабел и уже не хочет бороться, как можно? Кто может подкрепить его? Притчи, 11 глава, в 16 стихе мы прочитали, что благонорамная жена, она приобретает славу, ну я для себя добавляю, как трудолюбивые приобретают богатство. А что это за слава, сестры, как думаете, вы вообще имеете славу? Ну много жен же, я вижу здесь, вот вы прославленные? Кто прославить должен? Где? При каких обстоятельствах? От кого ждать славы? А ответ один. Муж. Так усмотрел Бог. Муж прославляет свою жену и делает это при всяком удобном случае. Кстати, братья и сестры, знаете, что мы все время прославляем свою половинку. Только слава бывает разная. Кто-то прославляет, как выделяя достоинства, а кто-то, как обигея, выделяя недостатки. Я, когда мне было лет, ну где-то 21-22 года, я был молодой, не женатый. Ну тогда мы активно подвязались в миссионерском служении, хотели быть свидетелями в Иерусалиме, Самаре и до края земли. Вот действительно пытались это делать. Евгений Захарович тогда создал условия для того, чтобы все желающие могли вот так подвязаться в этом служении. И вот оказались мы с одним братом далеко от Одессы, больше 200 километров, в одном населенном пункте, несли там служение. А рядом с этим населенным пунктом в 20 километрах была маленькая деревушка, где жил один дедушка 96 лет на то время, верующий. У него была дочка, которая за ним смотрела. Она приехала с Молдовы, жила с ним, потому что он уже немощный был. И вот у них на дому собирались люди, приходили, слушали. И мы ездили туда, как миссионеры. Два брата и две сестры. Но добираться тогда было сложно, маршруточный транспорт был очень слабый. Автобус мог прийти, мог не прийти. И мы стояли на остановке, ожидая, может быть, придет автобус, но чаще всего дожидались какую-то попутку. И вот в один из таких дней воскресных стоим, общаемся, под гитару поем песни, едет машина какая-то, мы голосуем, она останавливается, и водитель соглашается нас подвезти. Машина страшного вида, разбитое лобовое стекло, что дороги практически не видно. Как потом выяснилось, водитель хорошо выпивший, мы синий пьяный. Но он согласился нас подвезти эти 20 километров. И ехал очень быстро, очень страшно, очень резко, настолько страшно и резко, что даже решили ему свидетельствовать, может остановиться. А он слушал, даже бросил рулю, брал брошюрку, большой вопрос рассматривал за рулем. Мы попросили его отдать брошюрку. Но всю дорогу он был раздосадованный, раздраженный. И всю дорогу он твердил о том, что везет нас только потому и спешит вернуться обратно в этот населенный пункт, потому что пингвин деньги забрал. Простите, так вот он выразился. И всю дорогу он сетовал на этого пингвина. В конце пути я уже не выдержал, спросил его, говорю, что такое пингвин? Он говорит, жена. Он прославил ее изо всех сил, как мог. Вот всю ту дорогу, что мы ехали, она была во славе. Может быть, не такой, как она хотела бы. Да, я так понимаю, что там было у кого забрать и была причина. И правильно, возможно, сделала, что забрала. Но живут вот так вот два человека, навалая вегея. Каждый на другого смотрит и как-то себе его называет. А в присутствии его, ну, так не говорит, наверное, еще. А за глаза может. Печально. Братья и сестры, зачем нам нужен Дух Святой? Для чего он нам дал его Господь? Первое, важное, это чтобы мы были эффективны и сильны в служении. Но второй акцент, который я хочу обратить сегодня внимание, что вот это «будите мне», это вопрос нашей верности, поднимает Христос на новый уровень. Верности Ему, во-первых. Но верность, она касается не только наших отношений с Богом. Верный человек, он верный во всем. Есть вопрос семьи. Есть вопрос за семьей, работодателем отношений, с государством, там много вопросов. И везде Бог от нас, как от христиан, ожидает верности. И Дух Святой – это тот, кто помощник тем, кто старается сохранить эту верность, кто старается быть верным. Дух Святой поддерживает верных. Но надо понимать, что силы человека, даже при помощи Духа Святого, они имеют какой-то предел, какой-то ресурс. И мне очень больно наблюдать за семьями тех людей, которых я знаю годами, и в какой-то момент они становятся, как Навал и Авигея. Каждый в свою меру пытается сохранить свое христианство. Каждый в свою меру пытается не потерять главного, не отступить от Бога. Но рушатся отношения. И это беда, это боль. По-разному развиваются потом судьбы людей. Но для того, чтобы не дойти до этой ситуации, когда кто-то готов отпустить канат, оказывается, это в нашей власти, власти обоих, вот всех, кто задействованы в том, что называется семья в данном случае. Надо умягчать уста свои, особенно в отношении тех, кто рядом с нами. Не ставить своими речами, своим настроением, акцентами, вот своим вот этим эмоциональным окрасом под сомнение или под удар верность того, кто рядом с тобой. Да, христианин должен все перетерпеть. Если он или она христианка, они должны все перетерпеть, они же христиане. Дай Бог, чтобы перетерпели. Но лучше не ставить под удар. Это в нашей власти. Бог дал нам такое право. И Дух Святой нас в этом поддержит и направит. Он нужен нам, и поэтому Христос нам Его послал, даровал нам Его, чтобы мы были эффективны, как христиане во всех сферах нашей жизни. Дух Святой очень сильный помощник, но, может быть, это непривычно прозвучит, но я прихожу к выводу, что и он ограничен там, где устает сам человек, где человек отказывается бороться. Я хочу пожелать всем сегодня в этот день пришествия Духа Святого, когда христиане стали сильными, они перестали прятаться, они стали проповедовать, люди стали каяться, христиане вошли вот в ту силу, в которую по сей день, потому что Дух Святой с нами. Я вот хочу сегодня пожелать всем нам силы, друзья, вот настоящей силы, силы в домашних отношениях, силы в работе, силы не просто выполнить свою обязанность, заштопать носки или забить гвоздь, силы принимать друг друга, силы умягчать свои слова, силы поддерживать ближнего в верности, и это сила в содружестве с Духом Святым, чтобы мы были Ему и не только в служении, хотя в служении, конечно, во-первых. Аминь. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова